Электроламповый завод на юге Кыргызстана был построен более полувека назад. Это одно из немногих предприятий, которые удалось сохранить после распада СССР. Сейчас его производственная мощность – 70 миллионов ламп накаливания в год. Технологический процесс сложный и многоступенчатый. Начинается он в цокольном цехе. И первая деталь – корпус. Производительный кресло в смену 60 тысяч в смену, 7-8 тысяч – это часовая производительность. Материал данного – корпуса цоколей, алюминиевый лето. Получаем алюминиевый лето из России и Казахстана. А в этом цехе происходит сборка уже готовых цоколей. Он состоит из трех частей. Это корпус цоколя, это контактная пластина и изолисонное стекло. Изолисонное стекло выглядит вот так. Плавится вот в этой печи при температуре 1200 градусов. На каждом этапе строгий контроль качества. Ведь даже малейшее отклонение от стандарта приведет к сокращению срока службы готового изделия. Мятые, недолифы, смещенные, бесконтакты бывают. Вот такие браки. А так основно у нас вот такие вот цоколи может попадет. Это от стоповки идет, масло попадает, черное. В одной коробке 2000 штук. Из них, не прошедших ОТК, меньше процента. А здесь производят электроды. Они выполняют функцию держателей нити накала. То есть, простыми словами, с их помощью спираль крепят к цоколю. А еще через них проходит ток. Электроды состоят из трех или четырех различных проволок разного диаметра. Данные проволоки в автомате совмещаются в одной и свариваются контактной сваркой. Ну и различные материалы применяются для изготовления электродов. Это сталь, платининг, фироникель или модель. На очереди производство спиралей или нитей накала, которые излучают свет за счет того, что их нагревает электрический ток. Используют вольфрамовую нить. Этот тугоплавкий металл способен выдержать рабочую температуру в 2850 градусов по Цельсию. На данном оборудовании, это машина вторичной спирализации, производится уже окончательное формирование спирали. Спираль приобретает уже более-менее готовую форму, где соблюдены все конструктивные ее параметры. Каждому типу лампы свое тело накала. Здесь делают самые разные варианты. Уже почти готовая спираль, она вот здесь вот намотана на катушку, проходит через автомат, нарезается на части. Вот такая вот спираль, она предназначена для лампочек мощностью 95 ватт. Если в целом на заводе контроль качества строгий, то с этими деталями дважды строгий. Из одной партии в 2000 штук 100 отправляют на ОТК. Тщательно измеряют вес, оценивают внешний вид. Проверяю параметры, замеряю длину спирали, навитую часть длины тире и проверяю на хрупкость. Хрупкость проверяю путем растягивания. Тело накала укладывают три длины и проверяю на хрупкость. При этом спираль не должна разрушаться. Для изготовления стеклянных элементов на заводе используют обычную основу – песок. Для прочности добавляют известь, а для упрощения производственного процесса – соду. А в этой печи уже готовое плавленое стекло. В дальнейшем его будут вытягивать, придавать необходимую форму. Температура там 1100 градусов, но жарко и здесь. Стекло варят в течение трех суток. Из него делают колбы, которые защищают тело накала от воздействия атмосферных газов. Здесь при высоких температурах из стеклянных трубок управляют еще одну деталь лампы. Она называется тарелка. В лампе накаливания, она находится вот здесь, посередине, снизу. Служит для прочного соединения самой колбы и цоколя, а также для изоляции электродов. На следующем этапе производства из колбы удалят воздух. За это отвечают штенги – полая стеклянная трубка. Ее устанавливают внутри колбы в самый последний момент. Сборочный цех. Здесь, наконец, отдельные элементы превратятся в лампу накаливания. Потребуется 8 технологических операций. Это стамповка ножек, монтажки накаливания, заварка, откачка ламп, намазка закаливания ламп, контроль, упаковка продукции. На данный момент, сейчас мы находимся возле операции заварка ламп и откачка. Основная цель, она преследует прочное герметичное соединение колбы с осмонтированной ножкой. Вольфрамовая спираль при взаимодействии с воздухом окисляется, теряет свои свойства и разрушается. На этом этапе производства лампа еще без цоколя. В процессе изделия выкачивают воздух, потом освещают азотом и наполняют инертным газом. Герметично запаивают. Это продлит службу изделия. Осталась только упаковка. Тут подойдет двухслойный картон собственного производства. Одну его сторону гофрируют для дополнительной упругости и жесткости. Рулон шириной около двух метров разрезают на части. Каждая из них предназначена для ламп определенного размера. На этом станке заправлена одиннадцатый номер заготовки. С этой заготовки на этом станке мы получаем количество четырех и шести тысяч меда. Уже на готовую упаковку автоматически наносят маркировку. Затем ручная работа. Проверка коробок на дефекты и отправка на упаковку. Наши продукции мы реализуем в странах СНГ. Это Россия, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Таджикистан. На внутренний рынок мы где-то реализуем 30% продукции. 70% продукции идет у нас на экспорт. На заводе трудится почти полторы тысячи человек. Это крупнейшее в Центрально-Азиатском регионе предприятие по изготовлению ламп накаливания. Компания планирует освоить производство и выпуск стеклотары. Для автономной и независимой работы будет построена малая ГЭС на протекающей рядом реке Майлусу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова